Здравствуйте! В это воскресенье у нас служба Третьего Гласса. И также будет служба в честь всех тверских святых. Теперь давайте посмотрим на интересные стихиры в службе Третьего Гласса. Итак, вначале стихиры на хвалите. В огробите из каши, пришедшие воедино от суббот Мария Магдалина. Не обретший же рыдаша с плачем вопиющих. Увы, мне спаси мой, украден был из всех царю. Супруг же живоносных ангелов внутрь гроба вопияша, что плачешь его жена. Итак, мы видим, что Мария Магдалина пришла ко гробу искать тело Господа Иисуса Христа. И пришла она в единую от суббот, то есть первый день после субботы. И не нашла его, и рыдала, и с плачем кричала. Увы, мне спаси мой, украден был всех царь. И дальше вот интересно. Супруг же живоносных ангелов внутрь гроба вопияша. Что это за супруг живоносных ангелов? Первая ассоциация это супруги, да, муж и жена. Но супруг церковнославянского переводится пара, двое. То есть двое ангелов, которые были внутри гроба, говорят Марии. Что плачешь и жена? Плачу, глаголит яка, взяша Господа моего от гроба. И не вем, где положили его. И дальше написано. Сия же, обрайшися вспять, як увидите, обе его запея. Господь мой, Бог мой, слава тебе. То есть Мария повернулась назад и увидела там Иисуса Христа. И восстыкнула Господь мой, Бог мой. Здесь авторы стихи вкладывают в уста Марии слова апостола Фомы. Когда тот уверился в том, что Иисус Христос действительно обоскресся мертвым. Он также сказал Господь мой, Бог мой. А теперь давайте посмотрим на стихиру на Господь в Озвах. Христос от мертвых восстал, начаток усопших, перворожден твари и садетели всех бывших, и слевшее естество рода нашего в себе самом обнови. Не к тому смерти обладаешь, ибо всех владыка державу твои разруши. В этой стихире говорится о важных богословских истинах. Итак, тут говорится, что Христос от мертвых восстал, воскрес из мертвых, и он есть начаток усопших. Что значит начаток? Так, евреи на Пасху еще праздновали начало сбора урожая. Они ритуально срезали несколько колосков вечмения и приносили их в дар Господу. И вот эти первые колоски – это начаток урожая. Так Иисус Христос, он начаток урожая воскресший, потому что он первый, кто воскрес из мертвых. Но ведь и в Ветхом Завете были воскресения. Но Иисус Христос отличается от них тем, что он воскрес и больше не умирает. И дальше про Христа говорится, что он перворожден твари. То есть он родился впервые всего творения. В послании колочного апостола Павла в первой главе такие слова есть про Христа. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». И дальше в стихе говорится «И Содетель всех бывших». То есть Христос родился раньше всякого творения и сотворил все бывшее. «И слевшее естество рода нашего в себе самом обнови». То есть Иисус Христос, он прожил, восприняв человеческую плоть, он прожил святую жизнь, пострадал за нас, умер и воскрес из мертвых. И тем самым обновил в себе самом наше естество. Что это значит? «Иисус Христос по Божеству единосущен Богу Отцу, а по плоти Он единосущен нам. И поэтому и все мы тоже воскреснем, потому что Иисус Христос воскрес и мертвых, как единосущный нам. И так, как говорится, воскресение неизбежно. Поэтому мы приглашаем вас в воскресенье в храм, чтобы праздновать это будущее замечательное событие». Субтитры создавал DimaTorzok